Пока жюри подводит итоги конкурса, его участники проводят время с пользой. Многие из них на Самарской земле впервые. Мне стало интересно, что это за город. Я узнала, что это очень большой, красивый город. И здесь учатся хорошие ребята. Слабый слух, говорят юные участники конкурса, не помеха. Разучивают стихи и рассказывают их публике с удовольствием. Тем более, что в этом году темой конкурса стала юбилейная годовщина победы в Великой Отечественной войне. Над израненными станицами, над сиротством нежатых них, плыли девушки лебедицами, землю крыльями заслонив. Речную прогулку участникам конкурса подарил Боготворительный фонд спасения. Здесь всегда к особенным детям особое внимание. Каждый ребенок у нас имеет право быть счастливым. И вот сейчас мы видели, насколько дети были счастливы, насколько это приятно. Для кого-то это даже впервые поездка такая. Вот поэтому по возможности будем делать, стараться. За время прогулки конкурсанты успели нагулять аппетит. К этому времени их уже ждали вкусные пироги, горячий чай и развлечения. Ребята довольны. За один лишь день обзавелись множеством новых друзей и с радостью делятся впечатлениями. Это вообще нужно делать чаще. Это интересно. Заводишь новых друзей, знакомишься. Очень интересно, весело. Хорошо время проводишь просто. Вообще день отличный. Проводим его супер. Конкурс произносительных навыков «Самарская весна» в областной столице проводится уже в третий раз. Его инициаторами изначально стали педагоги Самарской коррекционной школы-интерната номер 117. Участие в конкурсе этого года приняли порядка 150 детей из десятков регионов России и ближнего зарубежья. Они соревнуются в том, кто насколько лучше научился за год говорить и произносить слова. Наши детки слабослышащие, конечно, для них это очень важно правильно говорить. Без наград не останется никто. 30 победителей конкурса получат призы за первое, второе и третье места. Еще одному достанется приз зрительских симпатий. Остальным вручат грамоты участников. Анастасия Зубарева, Павел Баймаков, Павел Пресняков. События.